Ирина Садчикова Ирина Садчикова Ирина, расскажите, пожалуйста, несколько слов о компании «Роквулл», как давно она основана и, конечно же, какими материалами, товарами, услугами компания занимается. — Компания «Роквулл» является лидером в производстве теплоизоляции с каменной ватой. — «Роквулл» — это «каменная вата» переводится как? — Да, переводится как «каменная вата». Я расскажу несколько слов попозже о том, что это такое, что представляет из себя само слово «теплоизоляция». Ну, сначала несколько слов о самой компании. Основана она была в 1909 году, то есть компании уже более 100 лет. Выросла из маленького семейного бизнеса, то есть когда-то это была датская семья на небольшом маленьком острове, которая владела гравийным карьером. И таких карьеров было много, но она задалась вопросом, а что можно сделать, как камни можно использовать еще. Родилась гениальная идея, почему бы не производить из камней теплоизоляцию. То есть вот это такие вот камни, базальт, из которых мы производим наш продукт, который является очень природным и натуральным. Как выглядит сам процесс? Он подсмотрен у природы и похож на вулкан. При температуре 1500 градусов мы нагреваем камни, плавим. Получается такая смесь горячая, лава, из которой образуются волокна и сама теплоизоляция. Вот что из себя представляет этот продукт. То есть в быту теплоизоляция, если выглядит немножко сложным, инженерным словом, то в быту его называют еще утеплитель. В России компания появилась с 80-х годов, и тогда это были поставки на такие большие профессиональные проекты. Сейчас у нас в России 4 завода в разных регионах, где мы работаем и поставляем продукцию абсолютно по всей стране. Производим по уникальной технологии, то есть это скандинавские технологии. У нас очень много продуктов, которые обладают патентами, и никто из производителей других не может их производить. А где применяется Ваша продукция? То есть это утепление стен, крыш, полов? Используется практически во всех сферах, которые мы назвали. То есть это все, что касается зданий. И здания абсолютно любого типа, то есть начиная от сложных, как, например, торговые центры, офисы, то есть то, что мы с вами привыкли посещать и видим каждый день, до совершенно небольших дачных домов, коттеджей, утепления балконов, звукоизоляция. Везде используется этот материал. Ваши продукты, да, полезные, замечательные, но они не видны сразу. То есть я, например, не могу, посмотрев на пол, определить, есть ли там утеплитель, например, утеплитель производства какой-то компании. Собственно говоря, Вы где продаете Вашу продукцию? Кому, где, соответственно, Ваши приоритеты, с учетом того, что, наверное, в потребительском маркетинге не так много решений? Ярослав, спасибо большое за вопрос. Вы абсолютно точно подметили основную сложность и особенность продвижения этого продукта. Действительно, он не виден. То есть это не какая-то гламурная вещь. Сложно получать от него удовольствие. Если он работает правильно и хорошо, Вы никогда не замечаете. У Вас просто комфортные условия внутри дома. Но если что-то не так, если утеплителя нет, либо его недостаточно, это тоже всегда чувствуется. Это заметно сразу. И заметно сразу. И я бы, наверное, привела здесь такую интересную цитату, которую как-то сказал Барак Обама. Он сказал, что я считаю, что теплоизоляция – это сексуально. Почему? Потому что она экономит деньги. И действительно очень хотелось бы, чтобы наши потребители понимали, что это не только комфортные условия в доме, но это действительно серьезная экономия. Если возвращаться к тому, как мы продаем и как мы продвигаем нашу продукцию, то можно разделить наших потребителей на две большие группы. То есть одна группа – это профессионалы. И здесь мы говорим о больших объектах. Как я уже упоминала, торговые центры, офисные центры, где мы работаем с большими серьезными строительными компаниями, архитектурными бюро и используем специальные продукты для этого сектора. И вторая группа – это частные потребители, которые занимают примерно половину рынка и половину продаж. Это люди, которые строят дом, который нужно утеплить, звукоизолировать, либо делают аналогичные работы в квартире. Как мы продвигаем продукцию? Продвигаем ее по-разному, в зависимости от того, на какую целевую группу мы ориентируемся. То есть если это профессиональная аудитория, то, конечно, мы очень плотно работаем с архитекторами, проектировщиками и оказываем им специальную поддержку в проектировании. То есть большую роль в этом вопросе уделяем. То есть проектировщик может попросить нас проектировать какие-то куски здания, которые связаны с теплоизоляцией. Если говорить про частный сегмент, то сам совершенно другая история, совершенно по-другому мы с ней работаем. Я бы, наверное, сегодня остановилась больше на этом сегменте, потому что это связано с потребительским рынком, то есть ближе к теме передачи. В этом сегменте мы работаем серьезно не так давно, то есть где-то с начала 2000-х, а более активно сфокусировавшись с 2007-го года. Каким образом мы работали? То есть мы стали смотреть, кто наши потребители. И на самом деле не сразу пришли к выводу, который я вам скажу, и который несколько нас даже удивил. То есть начинали мы с того, что потребители – это такие серьезные мужчины в касках, обязательно в грязных строительных комбинезонах, такие серьезные, решительные, настроенные. И практически все производители на нашем рынке, и не только теплоизоляция строительных материалов, точно так же видели целевую группу. И можно было видеть непосредственно по продвижению, по рекламным материалам и по брошюрам, что ориентир шел на эту группу. То есть был очень такой сложный инженерный язык. На самом деле, когда мы стали наблюдать, и наблюдать непосредственно в магазинах, кто приходит, какие вопросы задают. Неужели женщины? Да, оказалось, что достаточно… Я не скажу, что это 100% женщин. Я скажу, что играют они очень большую роль. И по нашим подсчетам это порядка 50% решений, которые принимаются с учетом женского мнения. Мы стали задать вопрос, почему, да, и как это вообще оказалось. Ну, наверное, разгадка очень простая. То есть материал связанный с комфортом в доме, да. И всегда исторически женщина отвечала за уют, комфорт в здании. И как бы это такая роль свойственная ей. Более того, у женщины больше обычного времени бывает. Она интересуется, читает журналы, смотрит в интернете. То есть ищет информацию перед тем, как принять какое-то решение. И если прийти в магазин, то часто бывает, что приходит семейная пара, подходят вдвоем к полке, женщина говорит, ну вот, смотри, вот эта вот красная пачка, да, вот этот вот продукт, про который я тебе рассказывала, там, про него я читала, про него я говорила. Вот он такой-то, такой-то. Берем. То есть они берут продукт и дальше надеются, что счастливо складываются их в доме с утеплением. До нашей передачи был уверен в том, что закупку подобного продукта осуществляет в рамках вот этого частного сектора, осуществляет тот самый строительный профессионал, да, то есть руководитель ремонтной группы, бригады, то есть человек, который, собственно, закупает стройматериалы. То есть получается, что именно в вашем сегменте это не так. Это так и не так, да, потому что потребители бывают и те, кто покупают непосредственно сами. Наш рынок все-таки не очень еще цивилизованный, не такой, как в Европе. Не всегда есть доверие непосредственно строительным бригадам, и часто потребители предпочитают делать закупки самостоятельно. В тех случаях, когда они доверяют покупку профессионалу, как правило, все-таки контролируют по основным строительным продуктам материалы, которые используются. То есть задают вопросы и влияют на серьезное на принятие решений. Точно так же есть, конечно, и обратный процесс, когда и профессиональные бригады, да, что-то советуют, рекомендуют. Поэтому мы, конечно, работаем и фокусируемся и на одних, и на других. Вот если мы возьмем даже, наверное, не профессионалов, да, потому что с профессионалами, ну, работают многие компании, в вашей индустрии в том числе, вот если мы возьмем потребителя, да, то есть людей, там, человека, который потом, соответственно, живет в квартире, в доме, вот как им привить ценности, как им объяснить, что утепление, утеплитель, наверняка, ваш продукт не самый дешевый на рынке, это тот самый продукт, который им нужен. Ну, начинаем с того, что, в принципе, объясняем, что утепление – это хорошо. Да, это, как бы, первая задача. И, слава богу, задача уже, наверное, выполнена, потому что если 10 лет назад было достаточно легко встретить дом, который строится, и утепление вообще не используется, то сейчас это практически уже нонсенс. То есть в каком бы регионе не проходило строительство, частный потребитель уже знает, что утепление необходимо. Следующий шаг – это объяснить, какого количества утепления нужно. То есть мало знать, какой он, какие у него характеристики, как надо выбирать. Второй шаг – понять, сколько. И для этого мы используем разные инструменты. Например, у нас есть демонстрационные дома, то есть это настоящие дома, которые были построены в Подмосковье и в Татарстане с низким энергопотреблением. В них живут обыкновенные совершенно семьи, где использовались технологии. И мы показываем, что вот, посмотрите, энергосбережение – это совершенно простые вещи, которые существуют уже сейчас, и вы можете использовать в своем доме. Например, дом в Подмосковье, существующий, где использовались технологии, потребление энергии существенно ниже, то есть процентов на 60 ниже, чем требуется по строительным нормам. То есть там хороший эффект сбережения, и сам дом не очень дорогой получился, порядка 4,5 миллионов рублей. То есть это такая средняя стоимость дома. Что касается таких рекомендательных вещей, что у нас есть очень много видеоматериалов, потому что люди ищут информацию не только о том, как выбрать продукт, но о том, как его использовать, то есть как его монтировать правильно. Если даже не монтируют сами, то хотят посмотреть, как проверить бригаду, которая делает эти работы. У нас есть такой проект, который называется «Школа утепления». Большое количество роликов доступны на нашем сайте. В сайте, в YouTube, по разным конструкциям можно посмотреть, где мы детально рассказываем, что если вы утепляете фасад, что нужно сделать, какие шаги предпринять, если вы утепляете или звукоизолируете, то есть абсолютно по всем конструкциям. На нашем сайте представлен также расчет, то есть как выбрать продукт, вы заносите, из чего состоят ваши стены дома. Вам рекомендуется продукт, рекомендуется толщина, и более того, вы даже получаете информацию о том, какое количество пачек вам нужно купить. Вы можете просто распечатать и прийти в магазин и сделать покупку. Спасибо. Мы продолжим с вами обсуждение этой интересной темы во второй части нашей программы, а сейчас нас ждет небольшая рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Продолжаем программу «Формула продаж». С вами ведущий Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. Здравствуйте. А я напомню, у нас в гостях Ирина Садчикова, директор по маркетингу и стратегическому развитию компании «Роквелл». Здравствуйте. Ирина, здравствуйте еще раз. Ирина, вы упомянули «Школу утепления». Что такое «Школа утепления», чем она занимается, для чего она создана? «Школа утепления» – это серия видеороликов, в которых мы детально рассказываем о том, как использовать продукт, то есть непосредственно о монтаже. Чем он отличается от обычных роликов, которые делает компания? Он сделан в стиле очень понятном для потребителей, где мы используем очень простые слова, где обыватель, который никогда не сталкивался с теплоизоляцией, вообще с строительными материалами до этого, посмотрев, понял, как можно сделать утепление самостоятельно, либо, если не самостоятельно, то с привлечением бригады, как можно проверить и убедиться, что все смонтировано качественно, и дом действительно изолирован хорошо, и в нем будет только тепло и комфорт. То есть это информационный, в чем-то образовательный ресурс? Да, это абсолютно так и есть. Образовательный ресурс, где можно почерпнуть основные вещи о том, как теплоизолировать или звукоизолировать свой дом. В таких вопросах, которые касаются в том числе строительства, ремонта, очень важна роль рекомендаций. И частных, и рекомендаций профессиональных, консультаций, и многие компании на сегодняшний день достаточно активно развивают консультирование в ритейле. То есть это свои собственные выделенные консультанты или обучение консультантов работы в ритейле. Вот что вы делаете в ритейле на сегодняшний день? Что для вас на сегодняшний день ритейл? Ну, ритейл – это один из серьезных каналов сбыта для нас, прежде всего. Он меняется, мы сейчас наблюдаем, как меняется его форма, то есть такой своеобразный переход от рынков в более цивилизованной форме. И, конечно, мы учитываем это в нашем продвижении. Ну, наверное, стоит начать с того, как мы адаптировали вообще продукты под ритейл, потому что изначально наши продукты пришли из профессионального рынка и были достаточно скромны и сухи, но, на взгляд, добывателя. То есть мы начали с того, что переделали полностью упаковку, которое стало мало того, что информативным, но еще и очень красочным. То есть теперь, если человек приходит в магазин, и нет вокруг ни одного человека, кому можно задать вопрос, он может подойти к упаковке, увидеть преимущества продукта, понять сферу применения продукта и как выбрать продукт. То есть все основные вещи обозначены на упаковке. То есть это один из критериев, который важен для потребителя. Также в ритейле очень важно, когда человек приходит и видит полку, чтобы он легко сориентировался. Хочет он, например, звукоизоляцию или теплоизоляцию. Здесь играет большую роль понятный и простой ассортимент. То есть он не должен быть огромный, но он должен четко соответствовать целям. Например, для теплоизоляции легких конструкций у нас есть универсальный продукт. Это LightBuds Scandic. То есть если вы утепляете мансарду или перекрытие, то это самый наш лучший продукт, который является абсолютным ноу-хау благодаря своей такой уникальной компрессии. То есть при перевозке он занимает меньше места, чем обычный продукт. И дальше, например, если звукоизоляция, продукт для звукоизоляции, он у нас так и называется – AcousticBuds. То есть подходишь к полке, хочешь звукоизоляцию – пожалуйста, AcousticBuds. То есть это наше, я не скажу, что ноу-хау, но это правило, которое мы выбрали для себя, раз и навсегда, что продукты должны быть понятны потребителю. Но при этом, опять-таки, возьмем ритейл-пространство. То есть вы заметный производитель, но не единственный производитель. То есть есть продукция конкурентов, известных, неизвестных. Есть те же категорийные консультанты, сотрудники магазина, которые так или иначе воздействуют на то лицо, которое покупает вашу продукцию. И эта роль может быть и позитивной, и негативной. То есть вы можете сказать, знаете, у меня замечательно есть утеплитель, производитель из республики Молдова, стоит в 4 раза дешевле. А качество – это то же самое. То есть что делать с рекомендацией? То есть обучать этих консультантов, вводить каких-то своих консультантов? Вот просто интересно посмотреть. Здесь работа идет с двух сторон. То есть наша задача сначала сформировать имидж продукта и заинтересовать потребителей в самом продукте, чтобы они уже пришли в магазин и желательно четко сформулировать задачу. Что я хочу купить утеплитель Раку. Я уже понимаю, почему. Почему? Потому что он экологичный, он долговечный, он современный, он пожаробезопасный. И с другой стороны, конечно, мы поддерживаем, то есть когда он пришел, и подходит к нему консультант, чтобы он тоже поддержал его в этом решении, не сказал, что посмотри на что-то другое. Мы работаем с консультантами непосредственно в магазинах, обучаем их. И такая работа поставлена на системный характер, где мы работаем непосредственно с сотрудниками магазинов. И также у нас есть собственные консультанты, которые в крупных магазинах представляют нашу продукцию, где они не только рассказывают про нее, но и часто делают демонстрации. Показывают, как продукт себя ведет, что он отталкивает, например, воду. Сжимают. Прямо сжимают. Даже иногда и поджигают, если нам разрешают в магазинах, потому что это очень эффектно. Когда ты видишь, что действительно продукт не горит, ты не подвержен высоким температурам. Показывают его в действии. Рассказывают о том, как правильно его выбрать, какую толщину. Но это самые такие часто задаваемые вопросы. Мы живем в постоянно меняющемся пространстве информационном. И на сегодняшний день многие компании оперируют с понятием диджитал-маркетинг. Считают, что диджитал-маркетинг – это единственное будущее, к которому мы идем. Что для вас интернет, что для вас социальные сети, информирование, продажи физические? Как вы на сегодняшний день к этому относитесь? Интересный вопрос, потому что мы, наверное, живем в такую эпоху, которая меняет абсолютно представление о том, как происходит покупка, как происходит выбор продукта. Несомненно, это нужно учитывать, когда продвигаешь свой продукт. У нас есть страничка на Фейсбуке, который называется «Экодом». И там мы рассказываем не только про продукцию «Роквулл», а вообще про интересные решения, связанные с экологией и энергосбережением в доме. Очень большое количество сейчас подписчиков, то есть это порядка 13 тысяч друзей, которые интересуются этой темой, то есть для которых тема экологичности близка и понятна. Что касается непосредственно продажи и каналов продаж, то, конечно, мы не можем не замечать, что все больше и больше людей делают покупки через интернет. Это очень удобно. И мы вначале говорили о том, что наш продукт не гламурный, то есть его не нужно смотреть, примерять, как-то трогать. Если ты выбрал, то ты легко можешь заказать через интернет и попросить доставку к тебе на дачу, на строящийся дом, где бригады встретят и с удовольствием смонтируют. С прошлого года, в июле месяце, с прошлого года мы запустили магазин электронный, и теперь покупки можно осуществить у нас непосредственно на сайте. То, что касается Москвы и Московской области. Теперь процесс стал простым, легким. Не нужно никуда ехать, тратить время, а свободное время можно посвятить семье. В Фейсбуке «Экодом», а в ВКонтакте группа «Согрейся». Есть вопрос, связанный с темой даже, наверное, не экологичности, а с темой сбережения, сейвингов и так далее. То есть в вашем продвижении это занимает достаточно весомую роль. Но для русского потребителя, российского, это никогда не было какой-то большой ценностью. То есть экологичность и тем более сбережение, чего бы то ни было. То есть готовы топить, соответственно, печки мазутом. И не привыкли, соответственно, обращать внимание, несмотря на рост тариф электроэнергии. Вот это меняется или нет на сегодняшний день? Это меняется. И меняется вдруг в двух направлениях тема экологичности. Одна – это то, что когда мы переезжаем, например, в свой частный дом, мы хотим, чтобы он был максимально из натуральных материалов. Поэтому, когда потребители выбирают, стараются выбирать именно то, что сделано на основе природных продуктов. А второе, что касается энергосбережения, и влияние непосредственно на экологию, на окружающую среду, конечно, не так много людей думают еще об этом спектре проблем, о том, что земля наша должна остаться для наших детей, правнуков. Мы не так продвинуты в этом вопросе, как в Европе. Хотя растет количество людей, которые интересуются этим вопросом. Но больше всего растет количество людей, которые задаются вопросом, а сколько я буду платить за отопление своего дома. Как правило, люди строят дом, переезжают в него, живут первый отопительный сезон, а потом задают себе вопрос. Как же это так? А почему это так дорого? Особенно в Подмосковье, где есть и дефицит энергоресурсов, и часто газ далеко не подведен ко всем поселкам. Подвезти его стоит, как подвезти к какой-то небольшой фабрике. Да, достаточно дорого, и отапливаются электричеством, мазутом, какими-то другими средствами. Это вопросы очень актуальные. Поэтому, конечно, чем больше вы используете теплоизоляции на этапе строительства, тем больше вы будете экономить потом. То есть актуальный подход до первого счета, по сути, по своей. Или до первого снега. До первого счетчика. Да, так бывает. Но, естественно, есть много людей, которые заранее уже почитали, узнали о вопросе и закладывают, используют продукт с самого начала. С помощью интернета и социальных сетей, и с помощью школы утепления. Да, так и есть. Ирина, после всего, что мы обсуждали, на ваш взгляд, для вашей компании, какова формула продаж? Успешных продаж. Успешных продаж. Успешных продаж, прежде всего, это, конечно, профессиональная команда, которая работает в компании. И второе, самое важное, это тесное взаимодействие с потребителями. Где, что бы мы ни делали, будь то это какие-то материалы для продвижения, либо новые продукты, мы делаем всегда в тесной работе с клиентами. То есть мы задаем вопросы, как вы видите этот продукт, а нравится ли вам эта упаковка, а выберите, пожалуйста, дизайн сами. То есть для меня это самоопределяющее, когда потребитель, и мы с ним идем рука об руку. Можно ли сказать, что эта формула, она с 1909 года? Думаю, да. Так и есть. Елена, большое спасибо за интересный рассказ о компании, о продуктах компании. Я уверен, что наша аудитория обратит внимание, безусловно, на те образцы, которые здесь представлены, и мы получим больше сторонников идеи утепления дома и энергосбережения. Мы с вами были на программе «Формула продаж». Ведущий Ярослав Плинк, Татьяна Зайцева. А в гостях у нас была Ирина Садчикова, директор по маркетингу и стратегическому развитию компании «Роквелл». Ирина, спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова